Йоу-йоу, всем привет, с вами снова Кейн, и мы продолжаем смотреть моды для Майнкрафта. Это уже 573 часть наших обзоров, и сегодня мы посмотрим на невероятно полезный и интересный мод для Майнкрафта под названием Easy Villagers, что в переводе означает «легкие жители», и этот мод позволит нам манипулировать и управлять жителями, как только мы захотим, с помощью вот таких вот стеклянных блоков. Ребята, мод очень интересный, советую смотреть до конца, чтобы понять, как он работает, он есть на версию 1.16.2, и я очень надеюсь, что вы поддержите вашим пальцем вверх этот видос, если мы набираем 10 тысяч лайков, то в ближайшее время будет очень много обзоров модов, поэтому, ребята, всё зависит от вас, вам не сложно, мне приятно, ну и перед началом рандомный комментос у нас сегодня залетает от Рома Алексеев, который пишет «Не подписался без Кейна, остался, чёрт возьми». Правильно. Итак, что ж, Easy Villagers, давайте я вас научу, как управлять этим модом, и вы можете заметить то, что теперь в игру Майнкрафта добавляется 5 новых стеклянных блоков, и каждый из этих блоков будет делать кое-что своё, но прежде чем мы на них посмотрим, давайте заглянем в деревню жителей, и я вам покажу кое-что интересное, то, что вы сможете сделать теперь с жителями. Вместо того, чтобы кликнуть на правую тугу мыши по жителю и получить трейды, ну или кивание головой, теперь вы можете зажать Shift и кликнуть на правую тугу мыши, и таким образом, обратите внимание, житель теперь у меня в руке. Именно так, теперь мы можем подбирать жителей, да, звучит странно, но это очень полезно, потому что теперь, когда у нас есть вот такой, ну, в этом случае фермер, хотя мы можем подобрать любого жителя, даже малыша, ну и уже после того, как вы заполучили себе этих жителей в инвентарь, и, оп, погодите, происходит процесс, друзья, процесс происходит, но к этому мы перейдем чуть попозже. Хорошо, теперь у нас есть жители в инвентаре, и теперь мы сможем, наконец-то, запихнуть их в одну из этих стеклянных коробок, и начнем мы с первого стеклянного блока под названием Trader. Ну, а крафтится этот блок следующим образом, вам понадобится 5 стеклянных панелей, 1 Redstone, 3 железных слитка, теперь вы просто ставите этот блок, где вам только захочется, берете того жителя, которого вы украли из его деревни, кликайте на правую тугу мыши, и вы его поместили туда внутрь, но пока что ничего не происходит, потому что у нас не хватает кое-какой вещи, и эта вещь у нас кафедра. Именно так, друзья, нам понадобится одна кафедра, которой мы теперь кликаем, опять же, на правую тугу мыши, и обратите внимание, наш житель стал умным, теперь он что-то там зачитывает, друзья, и теперь, если вы кликаете на правую тугу мыши на этом блоке, вы будете получать трейды. Именно так, те самые трейды, которые были у этого жителя, вы будете иметь их всегда здесь под рукой, никуда он не денется. И самое интересное то, что этот житель будет автоматически рестокать все эти трейды, даже когда он это в обычном мире не делает. И на самом деле это очень удобно, если вы нашли довольно-таки полезного жителя, у которого интересные трейды, вы его просто взяли вот так вот, подошли к нему, типа, алло, пацан, ну-ка, ну-ка, гоу со мной, и все, замуровали его в этот трейдер-стекло. Ставим сюда вот эту вот нашу, так сказать, кафедру, и вы можете видеть все трейды здесь, и можем трейдиться с ним до бесконечности. На самом деле, первый блок, он самый простой, и мы сейчас перейдем, наверное, к самому интересному. Что ж, друзья, следующий блок, на который мы посмотрим, это у нас фермер. Именно так, вот он у нас здесь, вы можете видеть, растит пшеницу. Что ж, давайте посмотрим, как... Йоу-йоу-йоу, спокойно, спокойно, я сказал. Так, давайте посмотрим, как это работает. Делается это с помощью пяти стеклянных панелей, одно ведро воды, два слитка железа, одна земля. Ну и теперь вы, опять же, ставите этот блок, где вам только захочется. Берете любого жителя на правду к мыши, и вы помещаете его туда внутрь, и он автоматически превращается в фермера. Не нужно обязательно иметь сразу же фермера, которого вы подобрали где-то. Можно взять обычного жителя, он автоматом будет теперь фермера. Но это еще не все. Теперь нам понадобятся семена пшеницы. Мы их берем, кликаем на правду к мыши, и... Все, друзья, работает. Теперь этот житель будет автоматически выращивать пшеницу, и нам ее складывать вот сюда. Да, мы потом можем к нему подойти. Здесь у нас есть пример. Подходим, и... Вуаля! Мы видим то, что у нас и пшено, и семена все собраны в этом блоке, и мы спокойно их можем забрать. И самое интересное то, что вы можете сделать таких блоков дофига, и сделать реально гигантскую ферму пшена с помощью вот таких маленьких жителей. На самом деле, очень удобно, полезно, красиво, здорово, замечательно. Но мы переходим к следующему блоку. И следующий блок у нас... Как он назывался? Он называется бридер. И здесь мы сможем размножать жителей. Именно так. Обратите внимание на то, что здесь у меня лежат два маленьких бэби-жителя. Но давайте я вам объясню, как это работает. Что ж, мы берем этот бридер. А точнее не берем, а мы его крафтим. Следующим образом. Пять стеклянных панелей, одна кровать, два слитка железа, любые доски. Теперь мы берем этот бридер. Бридер... Как перевести бридер на русский? Это у нас размножитель жителей. Будем его так называть. Теперь мы берем, опять же, любого жителя. Но нам понадобится целых два, потому что, ну, конечно же, для того, чтобы появился маленький житель, нужно два жителя. Что ж, теперь, когда мы поместили двух жителей в этот блок, мы можем заметить то, что когда мы кликаем на роднокомышь, мы видим, у нас здесь есть фуд-айтем. Сюда нам нужно положить еду, потому что жители не собираются размножаться, если у них нет еды. Поэтому давайте мы возьмем немного морковки, закинем морковку сюда, и теперь они будут кушать морковку и размножаться, друзья. Разве это не здорово? Теперь у нас есть бэйби-виллджер. Именно так, друзья. Беги! Беги, малыш! Беги, малой! И, кстати, друзья, раз уж мы заговорили о бэйби-виллджерах, самое интересное то, что вы можете поставить, например, тот же самый блок трейдера или фермера. Вы можете поставить туда маленького жителя, и можете даже поставить туда кафедру. Но прикол в том, что этот блок не будет работать, пока житель не вырастет, потому что малыш не может управлять, так сказать, ну, кафедрой и вообще этим блоком. Поэтому прикольно то, что его можно туда повестить, но пока что он не работает из-за того, что нужно подождать, пока он вырастет. Что ж, теперь жители, ну как у вас тут дела? Не хотите еще раз замножиться, потому что они, если не ошибаюсь, сколько вы съедаете за раз? Получается 24 морковки за раз, и у вас получается один малыш. А можно мне еще одного, плиз? Алло, алло, может быть, может быть, вот так, нет? Не хотите? Возможно, нужно им дать время. Каждые несколько секунд, точнее минут, происходит этот эффект. И, оп, добро пожаловать в семью, маленький малыш, давайте мы его тоже где-нибудь. Ой, не тот, вот сюда заспауним. И, yes, малой, здорово, красиво, замечательно. Что ж, друзья, мы переходим к самым интересным. У нас остались два последних блока, которые очень-очень интересны и полезны. У нас есть конвертер, и я это называю превращатель жителей. Чтобы скрафтить эту штуку, нам понадобится пять стеклянных панелей. Одна гнилая плоть, два слитка железа и один замшелый булыжник, друзья. Ставим этот блок где угодно, и можем обратить внимание, что здесь у нас стоит зомби. Что он там забыл? Сейчас я вам объясню. Вам его нужно будет вручную поместить именно вот сюда, где написано «Villager Input». Но пока что ничего не происходит, потому что нам понадобятся еще кое-какие вещи под названием «Золотое яблоко». Друзья, нам понадобится положить одно золотое яблоко сюда внутрь. И также нам понадобится любое зелье слабости. Любое. Давайте возьмем хоть это, хоть разбивающееся зелье, неважно. После того, как мы положили три эти вещи, обратите внимание, что происходит. Появляется житель у нас. Оу-оу, не кричи так громко. Что за звуки стрёмные? Короче, появляется житель и автоматически превращается в зомби жителя. В чем же прикол этого блока? Давайте посмотрим мы это здесь. Потому что через 5 минут, процесс занимает 5 минут, после того, как прошло 5 минут, после того, как он перевоплотился в зомби жителя, мы получим того же самого жителя. И самое интересное, то что когда мы вернем этого жителя на землю, который вылечился, вы все знаете. Ну, я надеюсь, что вы знаете то, что если вылечить жителя с помощью эффекта слабости и золотого яблока, у него улучшатся трейды с нами. В этом случае я немножко не то сделал, потому что я запер там самого обычного жителя, у которого нету трейдов. Поэтому давайте мы повторим этот эффект, но мы это сделаем правильно. Например, с этим фермером. Давайте обратим внимание на то, что ну-ка погоди, вот у него такие трейды. Да-да-да, свекла, изумруд, бла-бла-бла. Ну-ка сюда не уходи. Теперь мы повестим его вот сюда. Мы также опять же положим сюда одно золотое яблоко и одно зелье слабости. И подождем 5 минут, и после этого давайте обратим внимание, какие же у него будут трейды. Итак, что ж, 5 минут прошло, и давайте теперь мы возьмем этого вылеченного фермера и посмотрим на его трейды с нами. Обратите внимание, с 15 до 9 свеклы сбросил нам цену этот житель. Но в этом случае, конечно, трейды у этого жителя такие себе. Но если вы смогли поймать жителя, у которого офигенные трейды, то таким образом вы сможете реально получить скидон. Что здесь происходит? Ладно, друзья, мы переходим к последнему блоку, который у нас называется Iron Farm. То есть железная ферма, ну или ферма железа. Что ж, мы ставим этот блок опять же где угодно. Кстати, кстати, крафтится он с помощью 5 стеклянных панелей. Одно ведро лавы, 2 слитка железа и 1 камень. И все, что нам можно и нужно здесь сделать, это положить сюда одного жителя. И через некоторое время появятся железные голи. Мы это уже успели увидеть несколько раз вот здесь. И таким образом это у нас будет бесконечная ферма железа. Обратите внимание... Ну, появись. Ну, давай. Ну, обзор идет. Ну, ну, плиз. Ну, ну, прямо сейчас. Ну, прямо сейчас. Давай! Окей, здесь пока что этот процесс не пошел, но зато он снова пошел здесь. Потому что это происходит каждые 5 минут. И обратите внимание, что произойдет после того, как этот голем уничтожится, который уничтожается ровно на вот этом вот куске лавы. Мы будем получать железо и цветочки в память о том самом железном големе. Таким образом, как я уже сказал, железная ферма, друзья. Ферма железа спокойно, изи вообще просто, найс, класс, замечательно, плюс лайк. Что ж, друзья. В принципе, я вам рассказал все, что делает этот мод. Очень необычно, интересный мод. У него всего лишь 2000 скачиваний. Он совсем новый. Поэтому, ребята, обязательно поддержите этот видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы все еще не подписаны. Потому что на этом канале будут выходить обзоры модов довольно-таки часто. Я хочу вернуться к истокам и прямо сфокусироваться на обзорах модов, которые на самом деле выходят и выходят. На последней версии Майнкрафта есть довольно-таки много интересных новых модов. И я вам их все обязательно покажу. Поэтому, что ж, напишите в комментарии, какой блок вы будете использовать больше всего. Не забывайте ставить лайки, подписоники на канал. Оставляйте коментосики. С вами был Канэусик. Всем пока.